Сегодня я расскажу вам о скандале столетия. Двадцатого столетия. Мы не можем раздавать призы за самый скандальный скандал, пока век не завершён. В этой истории будет всё. Любовный треугольник, развращение малолетних, секретный клуб миллионеров, гении, убийства, кино, безумие и Марк Твен. Как водится, особо скандальные подробности и иллюстрации будут вырезаны из этого видео, потому что я не хочу, чтобы меня демонтизировали. И они будут включены в полную версию, доступную на втором уровне подписки на Бусти Патреоне. Про Бусти Патреон будет подробнее в конце. А сейчас шокирующая история убийства гения-миллионера на крыше Дворца Развлечений в центре Нью-Йорка, который он сам спроектировал и построил. Поздно вечером 25 июня 1906 года знаменитый нью-йоркский архитектор и плейбой Стэнфорд Уайт отложил работу над монументом героем гражданской войны и отправился на мюзикл Мамзель Шампейн, который давали в театре на крыше его величайшего творения Мэдисон Сквергарден. Это не тот Мэдисон Сквергарден, который существует сейчас. Современное здание было построено в 1968 году, и это четвертый МСЖ. Здание, построенное Уайтом, уже не существует. Оно было снесено еще в 1925-м, и мы можем только по фотографиям представить себе сцену происшествия. Это был эффектный дворец в мавританском стиле, с кружевными башенками по углам, с высоченным миноретом, увенчанным золоченой статуей совершенно обнаженной богини Дианы, из-за которой нью-йоркские ханжи чуть не получили инфаркт. Внутри была огромная арена для цирковых представлений, театр на 1200 мест, концертный зал, самый большой ресторан в городе, а на плоской крыше был разбит сад, и там в саду размещалось кабаре под раздвижным потолком. В теплые вечера, как этот, потолок раздвигался, и звезды Нью-Йорка ужинали под звездами. В тот вечер среди блестящей публики, собравшейся на представление, были Эвелин Несбит, знаменитая красавица и бывшая любовница Уайта, и ее муж, питтсбургский миллионер Гарри Тоу. Тоу казался нервным и озабоченным, но это было типично для него, он вообще прославился психической невоздерженностью. Когда представление подходило к концу, и хор на сцене запел разухабистую песенку «Я мог бы полюбить миллион девчонок», Тоу встал со своего места, подошел к столику Уайта, вынул из запазухи золоченый пистолет и выстрелил в архитектора три раза на глазах у сотни свидетелей. После чего он поднял пистолет над головой и воскликнул «Я сделал это, потому что он погубил мою жену». Так начался судебный процесс века, в котором были вытащены на свет божий, брошены на потеху толпы, все самые шокирующие грязные тайны высшего света Нью-Йорка золотой эпохи. Стэнфорд Уайт был одной из самых колоритных фигур не только в Америке, не только в золоченую эпоху, не только в истории архитектуры. Это был один из тех людей, один на миллион, уверенный в себе гений, возвышавшийся над толпой, не боявшийся ни бога ни черта, с вот такими рыжими усами. Он был живым воплощением американской мечты, наглядным доказательством, что талант, упорный труд и социальная компетентность могут привести мальчика из низов на вершины славы и богатства. Уайт был не то чтобы прямо из низов. Он был из интеллигентной, но очень небогатой семьи. Его отец был шекспироведом. У Уайта не было формального архитектурного образования. Как и многие другие архитекторы того времени, он учился на работе. В 18 лет он стал помощником Генри Хобсона Ричардсона, считавшегося величайшим американским архитектором своего времени. Уайт провел у него в подмастерьях 6 лет и за эти годы он выучился всему, что должен знать архитектор. В Америке начинался позолоченный век, по выражению Марка Твена. Эпоха беспрецедентного экономического роста, индустриализации, железных дорог и нефтяных миллионеров. Но вариши начали теснить старую аристократию, чьи предки прибыли сюда на Мейфлауэр и начали решительно прокладывать себе дорогу в высшее общество. Вся эта публика, богатая деньгами, но не культурой, охотно тратила миллионы на доказательство своей важности. И у архитекторов с талантом к роскошному декору не было недостатка в клиентах. Нужны были только связи. В 1884 Уайт женился на 22-летней Бесси Спрингсмит, дочери нью-йоркского судьи, девушке из очень богатой и влиятельной семьи. Он построил для себя и своей жены особняк, который стал одновременно их домом и моделью для демонстрации его стиля дизайна. С ранней молодости Стэнфорд Уайт начинает использовать собственную жизнь как маркетинговый инструмент. Он был в некотором смысле одним из прото-инфлюенсеров. Собственной жизнью он задавал стили стандарты. Он не просто проектировал дома клиентам, он давал им направление, как нужно жить. Высокий, громогласный, рыжеволосый. Уайт производил впечатление остроумного, доброго и щедрого человека. В его поведении была какая-то обезоруживающая мальчишеская непосредственность. Говорили, что он так стремительно движется по жизни, что он уходит до того, как пришел. Не было вечеринки или премьеры, на которые он бы не появился со своими колоссальными рыжими усищами. Которые казались бы смешны на любом другом. Но этот человек обладал такой непробиваемой уверенностью в себе и безусловным художественным вкусом, что он мог позволить себе любую экстравагантность. Все вызывало восхищение. Уайт становится законодателем вкуса преуспевающего Нью-Йорка. С точки зрения современного вкуса, все еще в значительной степени склонного к минимализму, стиль Уайта, особенно то, как он декорировал интерьеры, кажется почти вульгарным в его тяжеловесном максимализме. Роскошь почти непереносимое. Ни одного квадратного сантиметра поверхности не свободно от декора. Но это соответствовало тогдашним вкусам и настроениям стремительно богатеющей нью-йоркской элиты. Вся эта новая публика изменила манеру развлекаться. Если раньше светские люди преимущественно давали вечера дома в частных особняках, то теперь светское общение выплеснулось в рестораны и клубы. Богатые люди больше не скрываются от толпы. Они, напротив, хотят, чтобы их видели. И Уайт проектирует несколько по сей день существующих клубов, где собираются нью-йоркские джентльмены. Разумеется, что он был вхож повсюду. Но его самым грандиозным общественным зданием станет новый Мэдисон Сквергарден. Это был первый масштабный развлекательный комплекс в стране, расположенный в самом модном центральном квартале Нью-Йорка. Уайт спроектировал совершенно оригинальное здание, этакий мавританский дворец в духе сивильских соборов. Оно было достаточно велико, чтобы вмещать в себя автошоу, цирковые представления, футбольные матчи, выставки собак, театральные представления и даже соревнования культуристов. Все старое и новое, что мог предоставить мир развлечений. И все это было увенчано статуей богини Дианы, работы друга Уайта, Агастуса Сен-Гаденса. Это была первая обнаженная статуя в Америке, стоявшая в публичном месте. И она вызвала порядочный скандал. Когда статуя была водружена на шпиль, общество по борьбе с пороками подняло такую истерику, что Сен-Гаденс задрапировал фигуру богини в ткань, но ее довольно быстро сдуло ветром. Торжествующую ногую Диану, подсвеченную электрическими фонарями, ночью можно было видеть аж из Коннектикута. Стэнфорд Уайт обожал красивые вещи и произведения искусства и страстно коллекционировал их, превратив свой дом в великолепнейший музей красоты. К сожалению, он не ограничивался красивыми, неодушевленными предметами. Он также страстно и хищнически коллекционировал красивых женщин. Он был первым и оригинальным американским плейбоем, чьи эротические эскапады были, по секрету, известны всем, кто имел значение в обществе. И жемчужиной его коллекции была самая прекрасная девушка в стране – Эвелин Несбит. Эвелин Несбит была одной из первых супермоделей в современном смысле слова. В те времена модели еще были по большей части музами не модельеров, а художников. Они позировали для картины статуи. Они были образами богинь и исторических героинь. Фотография только пробивалась в рекламу, и обложки знакомых нам журналов, таких как Космополитен и Харперс Базар, отрисовывались художниками от руки. Но все менялось, и Эвелин была одной из первых лиц этого меняющегося мира. Она родилась в маленьком городке в Пенсильвании. После смерти ее отца семья Эвелин оказалась без гроша. Они потеряли свой дом, и все их имущество было продано с аукциона в счет погашения долгов. Ее мать, интеллигентная женщина без каких бы то ни было последствий навыков, оказалась в, мягко говоря, затруднительном положении. Фактически они были на содержании родственников, им приходилось постоянно переезжать из квартиры в квартиру, спасаясь от кредиторов. В конце концов, они переехали в Филадельфию, большой город, где было больше вариантов трудоустройства. Там миссис Незбит получила работу продавцом в универмаге. Ее дети, 14-летняя Эвелин и 12-летний Гоббард, также стали служащими магазина, работая по 12 часов в день, 6 дней в неделю. Именно там, за прилавком отдела тканей, на Эвелин обратила внимание художница, завороженная красотой юной девочки. Она попросила ее позировать для портрета, и Эвелин просидела 5 часов и заработала 1 доллар, что эквивалентно 30 долларам сейчас. Так началась ее карьера модели художников. Вскоре она приобретает известность в артистических кругах Филадельфии. Обнаружив, что позированием она зарабатывает больше, чем продавщицей, Эвелин уговаривает мать не стоять на ее пути. Та потом будет божиться, что никогда не позволяла несовершеннолетней дочери позировать в нескромном виде. Но сохранившиеся картины свидетельствуют об обратном. Эвелин без особых проблем позировала частично или полностью обнаженной с подросткового возраста. Через два года они перебираются в Нью-Йорк, и Эвелин приобретает известности там. Использовать фотографию в рекламе было новинкой. И Несбит стала одной из самых первых фотомоделей. Мы видим ее на пивных подносах, рекламе сигарет, календарей компании Кока-Гола, карманных зеркалах и на игральных картах. Сейчас вы навряд ли почувствуете то ошеломляющее впечатление, которое производила внешность Эвелин на ее современников. Ее лицо с тяжеловатым подбородком и томными глазами было очень трендовым, соответствующим идеалам красоты того времени. Чарльз Дана Гибсон, непревзойденный рисовальщик эпохи, использовал Несбит в качестве модели для одной из своих самых известных работ. На портрете заглавленном «Женщина. Вечный вопрос» изображена Несбит в профиль, и ее пышные волосы образуют форму вопросительного знака. Архетип загадочной женственности. Но сама Эвелин предпочитала позировать фотографом. Это было гораздо менее утомительно, чем сидеть часами перед художниками. Ее работа неплохо оплачивалась. Несбит зарабатывала 5 долларов за съемку за полдня и 10 за полный день, что эквивалентно 273 долларам в 2021 году. Это нехилая зарплата, господа. Но высокая стоимость жизни в Нью-Йорке и полнейшая неспособность ее матери управлять финансами держала их фактически на грани нищеты. Поскольку сидеть неподвижно казалось юной Эвелин скучным и несметных богатств не предвиделось, она уговаривает мать позволить ей поступить на сцену. Первоначальные возражения миссис Несбит смягчились, когда она узнала, что некоторым девушкам из хористок удалось выйти замуж за миллионеров. И мисс Эвелин поступает в театр. Больших ролей ей не давали, но ей удавалось попасть в газеты. Пресса восхищалась ее внешностью, ее обаянием и умением держаться на сцене. Но актерские способности юной Несбит редко упоминались. Она была чисто декоративной артисткой и ждала своего богатого мужчину. Когда она встретила Стэнфорда Уайта, ей было 15 или 16 лет. Мы не знаем точной даты ее рождения. А ему было 46 и он был в расцвете славы. Он увидит ее на сцене в мюзикле и пригласит всю трупу к себе на квартиру. Эвелин будет поражена роскошью его жилья. После изысканного ужина он отведет ее в специальную комнату, обитую зеленым штофом, с потолка которой свисали качели. Эти качели на красных бархатных шнурах будут играть огромную роль в этой истории. Уайт начал добиваться Эвелин из-под воль и под предлогом отеческой заботы. Пользуясь своей репутацией щедрого мецената, он заплатил за приживание ее и ее матери в отеле, он даже отправил ее брата в военную академию за свой счет. Он совершенно очаровал миссис Несбит, а брат Эвелин вообще будет до самого конца считать Уайта за отца родного и впоследствии навеки порвет сестрой за то, что та опозорила Уайта на суде. Он так и не поверит в виновность человека, от которого он лично видел только хорошее. Между тем Уайт уговорит ее мать поехать в Филадельфию навестить друзей, обещая присмотреть за дочуркой. Уезжая, та приказала Эвелин не слушать никого, кроме мистера Уайта. Когда миссис Несбит уехала, Уайт пригласила Эвелин поужинать у него. Они были одни. Эвелин, одетая в желтое шелковое кимоно, качалась на красных бархатных качелях. Потом он дал ей выпить бокал шампанского, показавшегося ей каким-то горьким. После этого она ничего не помнит. Эта история, которую Эвелин будет рассказывать на суде, звучит как типичный дейтрейп, изнасилование на свидании. Но бесчищенная Эвелин не побежала с плачем в полицию. Ее мать, узнав о позоре дочери, не захлопнула дверь перед насильником. Уайт комфортно устроился в жизни Эвелина и ее семьи. И в следующие годы он и мамаша Несбит вместе отгоняли от Эвелин неподходящих ухажеров. Он обеспечил Эвелин шокирующий щедрым еженедельным пособием в 25 долларов. А в декабре 1901 Эвелин получила от Уайта на день рождения жемчужное ожерелье, три бриллиантовых кольца и роскошные меха белой лисицы. То есть он фактически занял в ее жизни роль приемного отца с бенефитами. Эвелин неоднократно приходила покачаться на красных бархатных качелях. И даже присытившись ею и переключившись на другие несовершеннолетние жемчужины. Уайт продолжал финансово поддерживать Эвелин несколько лет. И та явно была не в обиде на него. И впоследствии, когда их отношения уже прекратились, она будет сама обращаться к Уайту каждый раз, когда ей будет нужен совет или поддержка. То есть я ни в коей мере не оправдываю поведение Уайта, он был хищником и распутником. Но мне также не хочется полностью оправдывать Эвелин. 16 лет по тем временам это не такой уж младенческий возраст. Она не в монастыре воспитывалась и успела повидать жизнь. Вся ее жизнь показывает, что она искала себе богатого мужчину. И недостаток Уайта был только в том, что он был уже женат. Но вскоре она найдет себе холостого миллионера. Это был Харри Тоу. Т-H-A-W. Тоу. Как оттепель. Наследник 40-миллионного состояния и полный псих. Тоу родился в семье угольного барона. И с детства демонстрировал симптомы психического расстройства. Он был склонен к истерикам и к буйствам. Излюбленным видом развлечения для него было швыряние тяжелых предметов в голову слуг. Что не помешало ему поступить в Гарвард, где он, по его словам, специализировался в покере. Он был одним из тех представителей золотой молодежи, которые разжигают сигары стодолларовыми банкнотами и въезжают в здание на лошадях. Его родителям стоило больших денег затыкать рты жертвам его сексуальных эскапад. Он, помимо прочего, был склонен к садизму и был серийным насильником. Тоу имел привычку заманивать харисточек в отель, где запирался с ними в номере и порол их кнутом и обливал кипятком. В конце концов, его вышвырнули из Гарварда за моральное поведение. Тоу думал, что при его деньгах это не имеет значения, и он сейчас войдет в элиту Нью-Йорка просто за красивые глаза. Каково же было его удивление, когда ему отказали в приеме во все приличные клубы города. И Тоу убедил себя, что все это – происки главного заправителя городской светской жизни – Стэнфорда Уайта, который нарочно ставит ему палки в колеса. Тоу страшно завидовал Уайту, который в его глазах был идеалом плейбоя. Уайт вел ту блестящую жизнь, которая Тоу никак не давалась. Уайт вращался в свете, оригинальничал и совращал харисток. Но ему все прощалось, и все его любили. А Тоу, с его точки зрения, делал то же самое, и перед ним захлопывались двери. На самом деле, конечно, Уайт был несомненный талант, и ему хватало ума держать свое распутство в секрете от газет. Но Тоу с его нарциссическим комплексом решил, что Уайт его заклятый враг и соперник, в то время как тот считал его шутом гороховым и просто игнорировал. Уайт стал для Тоу, как вандербильдиха для Элочки-удоедочки. Разумеется, он тоже начал добиваться внимания Эвелин Несбит и стал просто одержим ею. Уайт предупреждал ее держаться подальше от этого маньяка, что Эвелин поначалу и делала. Но в 1903 году у нее случился приступ аппендицита. И если бы не Тоу, добившись, чтобы ее немедленно прооперировали, она бы не выжила. Как и всякий психопат, он умел на короткое время надевать личину заботливого и душевного человека. Он буквально дежурил у ее постели, пока она поправлялась. Он окружил ее вниманием и роскошью. Он доказал свою незаменимость. Когда она начала вставать, Тоу увозит ее с матерью в Европу для окончательной поправки здоровья. Что произошло потом, мы знаем исключительно со слов самой Эвелин. В Париже Тоу предложил ей руку и сердце. Эвелин, считая невозможным скрывать от почти жениха свое прошлое, призналась Тоу в том, что произошло между нею и Уайтом. Тоу просто обезумел. Он восклицал «О, бедный ребенок! О, проклятый сатир!» После чего он увез Эвелин в какой-то немецкий замок, где запер на две недели, в течение которых он ежедневно истязал ее кнуту и продолжал просить выйти за него замуж. Разумеется, когда они вернулись в Америку, Эвелин приняла его предложение. А как еще девушка может отреагировать на такое поведение ухажера? Эвелин в своих показаниях подводит нас к мысли, что Тоу фактически шантажировал ее, говоря, что если она ему откажет, он обнародует все ее приключения и полностью испортит ее репутацию, и ее уже никто не возьмет замуж. Эдгар Доктору в своем знаменитом псевдоисторическом романе «Рэгтайм» несколько иначе трактует произошедшее. По его версии, вернувшись, Эвелин обратилась к Уайту за советом, и он посоветовал ей записать все, что с ней случилось, и заверить свои показания у нотариуса. «Как ужасно!» – сказал Стэнфорд Уайт. «Теперь, Дарлин, когда Гарри вернется, обрадуй его этим». Стэнни Уайт широко улыбался, а она выполнила все инструкции. Гарри Кейфсоу прочел показания, немедленно побледнел и тут же предложил жениться. Вот так хористка иной раз сможет обтяпать дело лучше любой из девок. То есть это не Тоу шантажировал Несбит, а Несбит шантажировала Тоу и заставила на себе жениться. И знаете, мне как-то легче поверить версию Доктору, чем версию Эвелин. В любом случае, правду мы уже, видимо, никогда не узнаем. Они поженились в 1905 году и поселились в Питтсбурге в семейном доме Тоу, где Эвелин обнаружит себя запертой в золотой клетке в компании, крайне плохо относившейся к ней свекрови. Брак с Эвелин ничуть не успокоил одержимости Тоу Уайта. Теперь он всерьез уверил себя, что тот подсылает к нему наемных убийц. Обстановочка в доме была уже некуда. Наконец Эвелин уговорила мужа отправиться в путешествие по Европе. Билеты на пароход из Нью-Йорка были куплены, чемоданы уложены. Вечером перед отправлением они пошли поужинать и посмотреть мюзикл в кафе на крыше Мэдисон Сквергарден. Ну и, как вы уже знаете, они никуда так и не уехали. Тоу выпустил Уайта три пули, две попали в голову, одна в плечо. Архитектор умер на месте. Тоу не пытался вскрыться, его немедленно арестовали и отвезли в участок. На утро вся пресса была полна информации об этом деле и о главных фигурантах. От репутации всех троих очень быстро не оставили камня на камне. Подробности в газетах стали настолько пикантными, что президент Рузвельт пригрозил прессе введением цензуры, если они не придержат языки. Через неделю Эдисон уже выпустит художественный фильм об убийстве на крыше. Для своих первых кинопроекторов. Тоу абсолютно не считал себя виновным. Он видел себя героем, отомстившим за честь жены. Но его адвокаты понимали, что такая защита далеко не пойдет. И решили использовать модную тогда защиту через безумие. Семья наняла лучших докторов, потратив полмиллиона долларов, чтобы те описали Гарри по выражению Эвелин как психа, но они повернули это в его пользу. По слухам, Тоу также пообещали Эвелин от четверти миллиона до миллиона долларов, чтобы она дала показания, оправдывавшие их сына. Эвелин выступала в суде как свидетельница, и она давала показания об ее отношениях с обоими мужчинами в мучительных подробностях. Марк Твен, хорошо знакомый с Уайтом, писал в своей автобиографии. Она рассказала в мельчайших деталях историю преследования ее Уайтом, вплоть до подробностей его зверской победы, победы, описание которой было фактически непечатно. Тоу судили за убийство дважды. В первый раз присяжные не смогли прийти к консенсусу, а в Штатах такие капитальные дела нельзя лишь решать простым большинством. В конце концов, Тоу объявили невиновным по причине временного умопомешательства и пожизненно заключили в психиатрическую клинику. Откуда он довольно быстро сбежит в Канаду? Его экстрадируют, снова посадят. В 1915 году будет новое разбирательство, где Тоу признают вменяемым и освободят. Но только для того, чтобы он похитил мальчика, избил его, был арестован и снова сел в тюрьму. Выступление Эвелин в суде вызвало то, что ходящие по городу слухи о непотребствах Уайта начали подтверждаться. Началась первая MeToo-компания, и выяснилось, что покойный архитектор якобы был членом подпольного клуба сексуальных извращенцев, который искал и поставлял несовершеннолетних девочек для утех. Оказалось также, что вся его роскошная жизнь была за счет долгов. А он жил непосредством. После смерти Уайта его семья была вынуждена устроить аукцион и распродать все его прекрасные вещи, которые он коллекционировал десятилетиями. Семья Соус совершенно отказалась от Эвелин и ее сына. Она утверждала, что он законный ребенок от Гарри, но тот его не признал, и Эвелин до конца жизни едва сводила концы с концами. Она злоупотребляла наркотиками, сильно пила и покушалась на самоубийство. Она написала две автобиографии, в которых рассказала всю правду о своих отношениях с Уайтом и Тоо и о самом знаменитом бульварном романе XX века. Но еще раз повторяю, настоящей правды мы уже, наверное, не узнаем никогда. На сегодня у меня все. Если вас интересует, как можно посмотреть полный вариант этого видео без цензурных купюр, оставайтесь на рекламу. Остальным спасибо за внимание и до следующих встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры и особенно истории без культуры, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Патреон принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки, а на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог. Вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!